так товарищи посмотрите сейчас мы с ночным дозором приехали в гараже возле стадиона труд здесь нереальное задымление вот сейчас все мы нашли вот сейчас я вам подсвечу увидите посмотрите да вот сергей стоит вот дым еще просто люди в яму скидывают а давайте посмотрим куда идет все это мероприятие и на какой вроде кажется немножко посмотрите что творится просто 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 посмотрите воняет резиной жены люди скидывают в яму гаражники вот вот что творится да давайте он смотрите вот вот вам смог на фарах машины посмотреть вот сейчас хорошо видно отчетливо виду это все на город идет да мы это увидели не из отсюда где мы были на гаражах труда это видно из города просто и дать дышать реально нечем олег ты чё кашешь не нравится жены резины по утрам не так раз не привык этому аромату вот посмотрите товарищи чё делают вот у людей нету ни детей ни хера ни родственника никого-то я не знаю что в этой яме сейчас творится горит резина полюбас вот все что как вот есть чем-то давай 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 попробуем да ну то есть она набита плотников сейчас сергей львется до воды смотри у нее саш это стандартный вход в полык вот он ограничивает но здесь сейчас его подземная часть но по-любому немаленько конечно это гараж это бывший гараж да то есть они просто набили все чем можно туда и запихали и сожгли слушаться даже вообще регулярно вот ребят посмотреть вот я вам подсвечиваю посмотрите клуб какой куда он идет вроде бы кажется чуть-чуть вообще не чуть-чуть ваших посмотри повнимательнее знаешь скорее всего смотри это даже погребок у них уже в этом кооперативе да они постоянно жгут как это как утилизационный смотри как удобно до открытого огня нет а посмотрите да мусор вот правильность сергей говорит что смотря него здесь собрали видите посмотрите пластик все бутылки там тряпки с этим там может быть растворить или еще что кто чё-то красил вот там с под кистей все это вот это вот просто оказывается вот в этой яме сейчас его забирают то есть она выгорает они здесь вот набивают где сам погреб поджигают это офигенная коптильность дым есть а очаг возгорания ты не поймаешь ну мы поймаем яркого зарева нет да 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 но столб огромный дыма да вот реально вот просто сейчас я отойду ребят давайте вот так вот по него масштаб бедствия был понятен вот это все небо все в первом микрорайоне вот сейчас человек говорит рядом с нами тоже говорит все это вон идет прям первым краю в гаражный кооперативе сейчас в одном из подвальных помещений жгут гаражный кооператив ласточка первом микрорайоне ласточка до рядом со стадионом труд посмотрите мы в одном из ряду сейчас я иду с камерой вот убираю свет просто убираю свет посмотрите на дальние фонари понятно что сейчас ночная съемкой мы стараемся снять там мы максимально качественно но вы сами должны понимать масштаб бедствий вот реально на фонарях идет просто смог дым и он идет не только на на вот 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 это все видно посмотрите это и небо все вот ну просто человеческий глаз лучше воспринимать светочувствительность конечно нежели чем камера это понятно нереальный смог просто вонище стоит сейчас мы подойдем фонарям и будет это прямо отчетливо отчетливо видно причем уходим мы уже где-то на метров 200 300 от источников сгорания да это гаражники просто получается пальцевый мусор и не знаю что это разрешение гск самого председателя и так далее ну я думаю ведь не без его ведом списывать всю ответственность на просто кто-то что-то поджег так не пойдет уже все это не работает пора что-то с этим кардинально принимать решения какие-то я надеюсь что штраф в 6000 рублей если он для брт незначителен вот посмотрите смог он олег вышел вот он стоит а на фонарях видите вот пятно почему так рассыпается свет вот именно на фонарях раз рассыпается это вот и каждый оператор знаешь это идет либо пыль либо дым да сейчас мы вот вот фары машины проезжать смотреть и луч фар машин видно до смоги вот дальний фонарь вот тот вот вот он дальний фонарь им тоже весь смоги а это все на город и дальше давайте по центральной улице где гск сама идет смотрим вот дальний фонари все в смоги тоже полностью смог вот видно ее прямо пятно вот такой вот она идет от фонаря так же как и здесь вроде бы не так сильно вроде небольшой очаг возгорания по факту получается что задымление идет на весь город ребят смотрите прошло 7 минут после нашего звонка и и наших пожарную час наш человек встречает его он едет дымки светит ребята наверно 22 пожарка до 22 пожарка как всегда четко отрабатывать только по проблесковым маячкам видим сотрудников пожарных пожарных и у а и в и 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 сразу удается тушить резину и там тлеть и горит знаете заметно вот здесь они грузят потом на по да да не лопатой скорее сюда все правильно среди вот говорит да вот пошло и и и и и посмотрите до пары машины просто машину пожарную не видно из-за смога давайте посвятим просто ни черта не виду потушить это не так легко вот посмотрите сколько воды вылета уже пожарным расчетам все никак не унимается скорее всего там под землей то есть вот как правильно говорил сергей туда-сюда полимеры разбросаны смотрите машину воды заливает вообще просто посмотрите машину наше увидите он в той дынке вряд ли он будет как ежик упал вот да видно это уже все уже облегали облевку снимали вот ребята уже практически залились все это делал все равно ходит целую машину куда влили уже вот все равно представляете какое бедствие скажите пожалуйста по ситуации сейчас вызывали пожарных вы заговора не видели до ходить ну а кто знает что кто у вас гаражи там кто-то жгет не знаю гаража это железо не наши наши вот капитальный мы посмотрели какие это ваш кооператив от носа гаража зачем вот на землю на что-то эти которые капитальный но вы же мужики знаете кто каждый день там ждет да там же яма не первый раз жгут в том в том месте не было было дальше во втором мы вызывали как раз тоже знаете кто жгет откуда мы знаем начало так в голос то говорить по любому знаете виду откуда мы можем стать мысли они че приношу зажигать но вы же место знаете чьи гаражи кто-то метет чё делать правильно знаете за гаражей копирать и другом это выучит у копирать там и не сторожат а сами пожарных вызвали бы если бы конечно вам я углали я вот пришел как раз вы это смену почему не вызвали а сейчас а там люди приехали вызвали вот это мы приехали и вызвали а я ушел часа говорим не искали там вообще не горело там просто дым шел вела так когда был было главе я забрал там ситуация знаете смотрите какая вот сейчас в течение двух дней жители 1 микрорайон очень жалуются женщины и дети все люди задыхаются просто открывают окна и дышать невозможно вот вся эта гарь которая здесь поднимается воздух она здесь не сильно ощущается на все живые районы поэтому мы просто вот собрались с ребятами вот называемся гражданский дозор то есть мы вот такие вот места выявляем и вызываем пожарных если там они проникнут не могут мвд поэтому вас очень просим призываем чтобы всегда когда у вас жгут вы тоже вызывали мчс да мы и делаем и тоже передайте пожалуйста руководству чтобы именно такая позиция была сейчас мы в любом случае мы обратимся сейчас в мвд в прокуратуру по этому факту чтобы ну дай бог может быть найдут виновных вот но при этом у вас очень обращаюсь потому что эта проблема на весь город и в итоге на приходится приезжает мчс приезжает тушит то есть ну это было бы гораздо оперативнее договорились вы говорите кто поджигали ничего при всех что поджигает они подожгли смотались оттуда понятно что вы не увидели но вы можете оперативнее среагировать вот мы искали я говорил сколько моего не когда был открытой мы вызывали у нас смена горела открытой пламя мы сегодня вот я вам скажу сегодня мы ездили час мы проехали сюда мы здесь куда меня вы видели я шел оттуда это уже после то мы уже приехали 2 раз да мы уже на труд ездили искали очень долго вы видели вызовите сразу мчс у них сейчас вышло сколько три тонны при том но у них вышло три тонны воды там огромный погреб горел я шел к раз оттуда у меня телефон был сделать хотя позвонить вы подъехали спросили а где горит я работаете ряд вы подъезжали к ну на будущее в любом случае этому делу да ну вы же местные и всех знаете кто здесь вот мы сутки трое работаем кому-то узнаем если как бы есть проведите какой-то беседу опрос там с руководством чтобы прошли по гаражам прекратился это дело это не только ваш гаражный кооператив это все все именно все освободилось там это яма есть засыпать землю конечно их не земля сделать решить на общем и собрание чтобы это было сделано пойдет вызовите того председателя того как гаражного кооператива и сделайте ему как бы вот он не давит нету когда он мило метре от вашей термины рядом горелого вызывали как раз нашу смен там загорелся не знаю вы приезжали кто там приезжал мы вызвали ну что пламя уже было близко нашим оперативу и там горел свалка вообще они не погреб пока горит на чужом кооператива почему открытый огонь мы вызвали мы вызвали они приехали потушили хочу первый раз я работа здесь сколько раз вызывали даже не первый раз все равно мужики по-честному вы знаете да полюбас ладно но вы знаете кто там серит и все это сгребать полюбас вот проведите политическую беседу чтобы этого больше чтобы мы сюда не приезжали потому что сидя если для борта это страв 6000 допустим не накладно для предприятия то надеюсь для физического лица там минимум 6 тысяч это будет накладно хорошо пускай засыпали телефон телефон есть у вас нет на чудо и она не формация где-то есть какую корочку наверное у них есть пункт такой же охраны как у вас нет ничего не называется так как гаражный сергей она держит сергей да зовут а не знаете как зовут